Ваше Святейшество, позвольте мне огласить приветственное послание, адрес Священного Синода. Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец, примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. Этот год ознаменован многими важными датами. Полвека назад от рук выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, ревностного служителя алтаря Господня, вашего духовного отца, преснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова, вы приняли монашеский постриг и посвящение в диаконский и иерейский сан. Сегодня вся полнота Церкви сердечно поздравляет вас с этими знаменательными датами и желает, чтобы безмерно сильный Бог и впредь укреплял вас в совершении многотрудного и высокого первосвятительского делания, являющегося продолжением служения славных апостолов, столпов церковных и проповедников истины. Ваша жизнь всецело посвящена Творцу и Промыслителю всяческих. Облегшись в броню праведности, обув ноги, в готовность благовествовать мир и взяв меч духовный, вы неустанно свидетельствуете ближним и дальним о преображающей силе православия, словом и делом подаете архипастырям и пастырям пример ревностного служения Царю Славы. Научайте их подвязаться добрым подвигам веры и держаться вечной жизни, которой мы призваны. «Укрепляясь частым совершением богослужений и приобщением животворящих тайн Господних, ставя на первое место угождение Богу и возделывание нивы своего сердца, вы много трудов полагаете для осуществления Святой Церкви, ее спасительной миссии, просвещения современникам, светом Христовой истины, развития богословского образования, работы с молодежью, помощи нуждающимся, болящим и пребывающим в заточении. Вы свидетельствуете миллионам людей о том, что мы сограждане святым и свои Богу, что любящим Его все поспевшествует во благое, и что величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его безмерно. Минувшие годы были исполнены многих созидательных трудов, которые уже вписаны в летопись церковной жизни. Будучи ректором ленинградских духовных школ, вы немало сделали для реорганизации родной для вас Академии. Добрые плоды вашей деятельности школа пожинает и поныне. Более двадцати лет вы отдали служению в Смоленской епархии. Как правящий архиерей, вы, вопреки всем трудностям, смогли внести весомый вклад в развитие различных сторон жизни этого удела, который был одним из беднейших в нашей Церкви. В это же время вам довелось представлять нашу Церковь на международной арене, свидетельствовать и на славному миру о красоте и истине православия. Вашими усилиями была вновь создана Калининградская епархия, а затем и Калининградская митрополия, главой которой вы являетесь и поныне. За годы вашего патриаршего служения грандиозные изменения произошли в жизни всей Церкви. Так, если в 2009 году епархий насчитывалось 159, то ныне их 313. Количество правящих и векарных архиереев с 200 возросло до 391. Вы, как заботливый отец, встречались лично с каждым кандидатом в архиереи и проводили обстоятельные беседы, что, несомненно, становилось основанием для дальнейших кадровых решений. По вашему благословению, во всех епархиях Русской Церкви строятся новые и реставрируются порушенные в прошлом храмы и монастыри. За 10 лет патриаршества количество храмов с 29 263 возросло до 38 649. И эта динамика сохраняется по сей день. Особо следует отметить ваши усилия, направленные на строительство новых храмов в Первопрестольном Граде. Именно вам, по милости Божией, удалось вернуть домой в лоно Матери Церкви западноевропейские приходы русской традиции. Именно вам суждено было излечить рану, нанесенную Церкви и Отечеству, революцией и последующими событиями. Именно вы смогли явить нашим современникам неприходящую красоту, единство в вере и любви Христовой, подлинное единство Духа в союзе мира. Мы все пребываем под благодатным впечатлением от того торжественного богослужения, которое 3 ноября сего года вы совершили вкупе с главой архиепископии, митрополитом Дубнинским Иоанном, собратьями-архипастырями и многочисленными клириками в этом соборном храме, запечатлев восстановленное единство совместным участием в Святой Евхаристии. Поистине, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, восклицаем мы вместе с псалмопевцем Давидом. Но враг рода человеческого продолжает сеять семена раздора. С сожалению, приходится говорить о сложностях в отношениях между поместными православными церквами, вызванных признанием некоторыми из них раскольнического сообщества на Украине. Этот конфликт возник не по нашей вине. Но мы делали и будем делать все возможное для отстаивания канонической правды вопреки суетным действиям сильных мира сего. Верим и надеемся, что милостью Божией все эти злоключения обратятся ко благу, и евангельская истина восторжествует. Паки и паки, поздравляя вас со знаменательными юбилейными датами, Благодарим вас за мудрое водительство, заверяем в нашей сыновней любви, в искренней готовности и дальше усердно трудиться под вашим началом на благо Святой Церкви. Господь Вседержитель и в грядущие годы вашей жизни да озаряет непрестанно ваш путь единоначальным, трясиянным и незаходимым светом, подавая крепость душевных и телесных сил и свою неоскудевающую помощь в дальнейшем предстоятельском служении. Многое вам лето! Спасибо, дорогой, вот это прекрасный адрес. Спасибо.